Дорогие друзья, у нас потерялся ромашок. Негодяй, вернись. Да, тогда может быть записки почитаем, хотя бы какую-то часть. Да, и у нас концертмейстер еще ушел. Давайте поделимся записочками. Ты умеешь читать? Вообще, это достаточно опасно. Я знаю пока в концертной практике, что если ты читаешь записку прямо сразу вслух, иногда бывают конфузы. Поэтому сначала ее нужно про себя прочитать, а потом уже... Светлаш. Вот, смотрите, как интересны режиссерские предложения, дорогие наши. Не кажется ли вам, что «Танго любви» — это не сольный номер Марьи Васильевны с элементом суфлерства? Аноним, он в ПСЗ тут написан. Пурпись ПСЗ. ПСЗ, поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду. Ну, насколько я понимаю, писатель, автор записки не знает, кто такой суфлер, потому что иначе я не могу объяснить. Это действительно не сольный номер, это дуэт. Суфлер — это тот текст подсказывает. Вроде бы мне никто ничего не подсказывал, но на самом деле в концертном варианте невозможно сыграть драматургию сцену. Потому что есть вот этот, который называется микрофон. И есть некая условность, мы же не играем сейчас в спектакль, мы исполняем номера из спектакля. Поэтому, к сожалению, невозможно как бы его сыграть. Потому что, ну, вот, есть вот этот пектакль. Она хорошая. Показал не говорит, он просто думает. Поэтому даже это достаточно громко. Хомяк. Ушел. Пока товарищ милиционер, но не по... Почему хомяк? Пока Лида читает. Кого он назвал? Скажите, а не планируется ли повторение концерта в дальнейшем, помимо 19 мая? Это, собственно, к организатору и продюсеру. Значит, сейчас мы твердо уже знаем, что 2 июля здесь, в этом же месте, состоится еще один концерт. И он уже будет наполнен всякими сюрпризами, самыми неожиданными постараемся. В этом, в этом. Лида, у меня премьера в 2 июля. Да ты что? Лида, у меня 2 июля спектакль. А Пети Маркина нет 25 июля. В эту же тему. Когда мы сможем снова увидеть Нордовский на сцене? Я думаю, что это к авторам. Я следую на премьер. Юлия Наруша. Юлия Наруша. С какого лета читался прекрасной игрой детей? Какова судьба детской труппы? Я совершенно точно знаю, что если не каждый второй, то каждый третий Нордовский поступил в театральный институт. Саня, я бываю, Саразовская. И сейчас, да, Саша Розовская здесь. А также Розовская только благодаря ей не спели Юлии Соловьевой синхронно. Мы не хотели. У нас это никак не получается. Михаил Филиппов, знаете, такого. Теперь мой коллега работает вместе со мной в театре Московского совета. Филиппов, где заканчиваем курс Серебренникова. И еще огромное количество народу уже встретилось и в кино, и в замечательных театральных проектах. Мазихину шутить не запрещать. Хорошо. Юра, это ты писал? Мазихину. Все не по первому плану, а по второму, по третьему. Правильно? Дорогие друзья, я поняла, что у нас какие-то несостыковочки насчет следующего нашего концерта. Но он обязательно состоится до того, как мы отъедем на большой фестиваль, ради которого, собственно, я все это и засеяла. Но теперь понятно, что фестиваль — это предлог, потому что что выйдет из этого проекта дальше, как дальше он может развиваться, совершенно непонятно. И даже страшно и прекрасно себе представить, что из этого может получиться. У меня такое ощущение, что мы вообще все можем. Все теперь. Теперь, когда мы встретились через 10 лет так, как будто бы мы не расставались, у меня ощущение остановиться. Дорогие друзья, у нас собралась труппа. Спасибо вам огромное за записки и вопросы. Продолжайте их присылать, потому что у нас будет еще один перерыв для записок. У нас все продумано. У нас один из ценнейших ресурсов проекта — это руки Татьяны Солнышкиной, которые должны отдыхать. Поэтому в СССР продумали некоторые паузы. А кто поможет, друзья? Ну, начнем с темы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Чьё раскроенное жало Нанесло удар наверняка Да как ты смел Сегодня войти в этот дом Где боль, где смерть Где раны ещё так свежа Ведь ты, как бруд Придуманный мятик письмом Её убил Одной клеветой без ножа Недоступна пониманию Для чего ты ей тушал Что повинен я в деяниях Коих я не совершал Лишь единственный свидетель Есть честь, судья, признаю Тот, что у меня уж нет на свете Кто бы так закончил жизнь свою Да нет, клянусь Оно так и было в письме А где письмо? Ведь я ничего, кроме лжи Убил, убил А мне стоять в тюрьме Но я клянусь Пожалуйста, Катя Ведь ты там не веришь Скажи Жизнь отца Не сумел я спасти Потому что Нед был, как рыба А теперь сказал Всё, что знал Но уж лучше Был бы, как прежде Нед Только правда Лишь правда в части Нет уж Сыт по горло Спасибо Вот он, правда Страшная вина И кому это нужно Кому Зачем Там, где кончается земля 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 что если тебя пора подлость нельзя спускать если тебя задело это уже полтела и все, что остается лишь бороться и искать и все, что остается лишь бороться и искать спасибо, спасибо большое спасибо спектакли во всех спектаклях, в которые мы играли после этого номера, после Арии Сани был антракт, спокойно, никто никуда не уйдет все хорошо, мы не будем так сказать, перекуривать мы продолжаем дальше, полетели дальше причем полетели в буквальной смысле слова господа следующим номером нашей программы ну как говорится, с чего начинается второй акт это, ну это я даже не знаю, как назвать это номер, который поют все, кто видел Нордорст это номер, который не только поют ну вот моя, допустим, самая старшая дочь Екатерина, которая сейчас здесь она даже играет его ну или по крайней мере разучивает и поет уже а танцы? даже Дуни Катин назывался да, насчет танцев что-что-что-что? ну шутка такая так вот, но мы действительно сейчас полетим но хочу сказать вот что дело в том, что дело в том, что дело в том, что особенность сегодняшнего исполнения этого номера в том, что ни один из присутствующих здесь сейчас на сцене этот номер в спектакле, ни в одном спектакле не исполнял номер в летчики это так но в самом деле присутствует Саша Кольцов если он вдруг спляшет мы очень долго думали мы сломали себе голову чем заменить гвоздь этого номера потому что гвоздем был, конечно же, степ летчиков ну это здесь невозможно мы уже хотели, простите, сделать степ на ложках но решили, опять же, не превращать это в балаган видимо, ложки, трещотки, балалайки и гармонии это более поздняя версия поэтому, дорогие зрители, давайте степ будете изображать вы по столам так что, господа, полетели полетели летчики так что, господа, полетели хорошо пять раз перернуться и до опасно и рожить благополучно к землю не воткнуться хотя, казалось бы, уже пилоту в небе море по колено не удержать его ничем готов летать с пилотом четыре смены хотя, казалось бы, из-за тех пилот через тополе выйдут поутру и дима грудные дом мельну хвостом и заломнуется стеревоженная лима под ветерком зелен машина протекавшимся мотором уйдет земля из-под нее и обопрется небесные просторы крыло воет крыло воет крыло воет пилот живет подобно больной птице всегда не там где жил вчера он не смешит с семьей обзаводиться хотя, казалось бы, пора и при нехватке денежных ресурсов не растеряется пилот он и запрется с правильного курса хотя, казалось бы, и вот вот я через тополе выйду поутру ленива грудным винтом крыльну хвостом и заломнуется стеревоженная лима ну а потом ну а потом ну а потом задаются талки очумевшиеся страху и разведи соборанье и всю планету поразить своим разватом крыло мое крыло мое крыло мое а по крылом моя земля а по земле и руда а из руды и моя страна дает металл чтоб в самолете я летал полет металл вокруг леса вокруг полет моя земля моя краса мое жилье а над землем ой могучее крыло крыло моё она земля могучее крыло Крыло моё Крыло моё Крыло моё Крыло моё Следующий номер будет не так просто исполнить Тут главное не запутаться, кто какие партии поёт Следующий номер Валькина квартиры Я хочу вам представить Юрий Мазихин «Мусан» Вовек Кузнецов «Дядя Миша» Саня Кригорьев, собственно, не ошибёшься Даме-маркер у нас «Ватапыч» Лёша Берасашинский у нас «Будис Балькой» Лидич Мазаров у нас «Будис Балькой» Тотя-тёня Кира И маленький Петя, виновник «Перепороха» Кроме того, дама-скандалистка у нас «Ирина» Я спою за «Петербургом» и «Закиром» Ну а сейчас первое слово предоставляется даме-скандалистке Пожалуйста, расскажите, как это было А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Что за критик? Что за сумки кковье когда было разлучилось? Что случилось? Как упорное тогда такое приключилось Дамкуровка Запожу из унитаза на мена глядят от глазов Я чуть пыла говорить не разучилась Это жуковых бронелки! Черепахи, миши! Брялки! Развели в квартире, понимаешь ли, азербанк! Устроили эти двори для собственных мышей! Уйдите, ваши двори, они разносат в шарик! Так это же не мыши, а просто хомячки! А кто у дяди Миши подыдил все очки? А кто у тетли пиры все тапочки покрыз? Доставлю всю квартиру, а тару вашу крысь! Квартира вам не место для замок и замков, а место для порядочных житов! Вот мы возьмем, да и напишем, Сюда придет сам, а еще правдом! Так как и вы, и ваши мыши, За все ответите перед судом! О, звонят! О, не удивлюсь, что это таким же и за вами! Очень, и за вами! Вы к кому, товарищ? Саня! О, как, Киа! Саня! Ты смотри! Я думал летчики с усами! Это кто? Не уж то ваши! Просто копия папаши! И как мама с головатыми носами! Это Саня! Это Саня! Это Петя! Не надо ли вы эту воду спустить! Что за бедность? Что за бедность? Я вам дал потрогать пальцы! Этот вид недавно вывели и китайцы! Слушай-ка! А вид он симпатичный! И, наверное, ее практичный! Ну, конечно, потому что тараканы метят! Питаются! Все-все-все-все! Не молите! И все заботы! Мотоварища пилота! Слушайте, он устан с дороги! Дайте отдохнуть человеку! И ее помните! Огромните, кажется! Ну, как жизнь заживел помаленько! Копти в атмосферу! Мы в порядке! Смотри, скоро стаж и пойдет в первый класс! Кораблев постарел! Ромашов начал делать карьеру! Аистент Николая Антоновича! Вот тебе раз! Кстати, Катя и он! Ну да ты уж, наверное, слышал! Что? Ты давно ей звонил? Я вообще не звонил истинно! Девять лет! Я девять лет! У тебя просто съехала крыша! Ай-яй-яй-яй! Я пошел! Вы разве можем так девушку долго томить? Извините! Идите, что лету в чужой разговор! Могу вам завесло дать маленький совет! Звоните, не стесняй! Ты паренькой куда? Похоже, вы паритесь! И вовсе даже нет! А вы глядите, как будто это кедра! Вот аппарат! Вы не тяните! Мы твои герои, твои ролика! И если вы мне позвоните, У вас глядите! И если вы мне блест dries дам? Ни ти нич ни че! Ни ти нич ни че! Ни ти ничそ! Ни ти нич yeux е! Самый светлый, самый романтичный эпизод спектакля «Влюбленные», который происходил на мостах. Саня с Катей встречаются через 9 лет. Через 9 лет пытаются сказать друг другу, но так и не решаются ничего. Ипост вымолвить о своей любви. Музыка 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 Субтитры подогнал «Симон» «Изнести» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Аплодисменты 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 И все. Виктория Соловьева играет в мюзикле «Звуки музыки». Там же Оксана Костецкая, Лена Моисеева. В каждой мюзикле играет Лена Денисенко, Марк Подлесный, Маратов Драхимов. Все это звезды музыкального театра, реальные. Вот посмотрите. Вы понимаете, свободное от наших встреч время. Я тоже, Леша, играю в мюзикле «Звуки музыки». Я был в Алине. И Катя Гусева тоже играет в мюзикле «Звуки музыки». Там все наши. Олег, расскажите о себе. Я служу в театре. В Масаде. Да, именно. И не Московского совета. Снимаюсь кино. Ну, воспитываю уже третьего сына. Да, за целью репетиции родилось два сына в коллективе. За целью репетиции. Да, 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 да. Я не знаю, что я знаю, что я знаю, что я знаю, что я не делю. Спасибо. Как назвали сыновей? Михаил. Ромашин. Ну, это не его проблемы. У меня Иван. Иван Андреевич, вы будете сочинять басен. Иван Павлович. Нет, Иван Андреевич. Иван Андреевич. Я не знаю, что за палочек. Он слева от тебя. Ну, я могу вам сказать, что я по-прежнему, как и донор ДОСТа, так и сейчас, работаю в основном для детей. Я работаю в детском музыкальном театре «Экспромт», и мне это нравится. Я обожаю детей. Ну, еще я исполняю весьма своеобразную роль. Я Иуда, в рукопере «Иисус Христос, суперзвезда». В театре «Моссоветы» как раз выклез. Я тоже обожаю детей. У меня тоже есть сын, тоже Иван. Какое симпатие. Я собираюсь открыть целый детский театральный центр в ближайшее время. Надеюсь, у меня это получится. Еще я работаю в театре «На Таганке», как прежде. И в театре «Луны». Чуть не пошутила, я сказала, не Иван Павлович. Я работаю по-прежнему в проекте «Саунд Драма». В общем, в основном. Ну, и так по мелочи. По мелочи мы в себе. Ну, по мелочи это «Портос» в музыке «Мушкетер». Я до последнего времени сидел на двух стульях, занимаясь еще профессией телевизионного ведущего, и вел такое культурное обозрение событий в центре Москвы. Недавно я слез с одного стула и целиком теперь вернулся в реку театрального. Метро еще по-моему. Да, говорите в метро, Саша. Я редко спускаюсь в метро, но если захожу, обязательно здорово. Здравствуй, Леша. А я пишу диссертацию. Стромно, 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 стромно. А можно ли от ксерик ноты, по которым играет Татьяна Солнышкина? Значит, от ксерика можно, да что уж вы там поймете. Понимаете, там же все подчеркано именно Таня... Она не дописала Татьяна Солнышко, она писала для себя. Таня в основном наизустью все. А скавер у вас с собой. Она вспомнила свой клаве просто. Это там образ надо тогда. Вот, нам комплимент. Есть призрак оперы, да, призрак оперы, а вы душа великого мюзикла. Спасибо. Записки писать некогда, потому что нет никакой физической возможности оторваться. Спасибо огромное. Все, записка витеки. У нас покончено, и мы продолжаем. Сохрани эту записку на следующий концерт. Хорошо. И следующая сцена у нас пройдет в приемной. В приемной все в мор пути, Лицом к лицу столкнутся непримиримые враги Саня Грюзорьев, Ромашов и Николай Антонович. Саня! Саня! При воде, черт побери, Искренне рад какому сюрпризу. Здравствуй, Ромашка! Здравствуй, подлиза! Саня! Кончай пускать пузыри. Ты-то чего здесь оказался? Да уж не ты ли часом воду здесь мутишь? Глядим, как дал, так улетишь. Ты чего? Это вовсе не я. Это наш старикашка прокази. Он боится, что твой перелет Воскресит его старый грижок. Он тут ползает, словно змея. Он использует старые связи. И уж точно, но все что угодно пойдет, Лишь бы замысел твой растереть в порошок. Ты-то вальникутий, ты не сам не зимаешь. Я вообще на твоей стороне, Лишь как завод к вам. Что ж тогда девять лет, Ты такую улику скрываешь? Я-то знаю, что ты и-то без нос воровал. Не делай такое лицо, Понимаю твое раздражение. Как и было клеветом умы, Ты, естественно, жаждешь сна. Ты получишь свое письмецо, Уж сделай мне одолжение. В сорок восемь часов уберись из Москвы, И не лезь в наши скадьи и дела никогда. Я, похоже, помешал нисколько Николая Торчь, Видите ли, только что с настойчивостью чрезвычайной, Верный ассистент ваш, не стесняясь, Предлагал мне помощь в том, Чтобы позорить вас на век. Да-да, весьма печально. Он, подлец, припас на вас опасный компромат. Да-да, я в курсе, из чего бы ждать иного. Я его взрослый, а значит, сам и виноват. И что, подлец, он для меня отнюдь не нова. А кто же с ним рядом, Летчик Григорьев? Нет, не назвать его подлецом, Сеятель смерти, боли и горя, С доброй душой и честным лицом. Как раненого волка, Меня вы обложили, Один седется в колку, Другой терзает шилы. Ах, как я ненавижу Вас, молодых и властных, Ступающих все ближе, И ближе, и ближе, Готовы к бесстрастным Добить старика, Который шперется из тупика. Но зубы есть, Но зубы есть, Но зубы есть, Пока! Раздается свист и взрыв Авиаболы. Хор превращается в жителей Плакатного Ленинграда. На продолжительное время наступает Глубокая тишина, Которую подчеркивает Ступ метрономный, Скрип снега, И отдалетные, Едва слышные, Канонады. Люди, похожие на тени, Поодиночке бредут по улице, Тащат санки, Стоят в очередях за хлебом. Среди них Катя и Нина Капитоновна, Которые возвращаются домой. Катя, поддерживая Обессилевшую бабушку, С трудом пропевает Знакомую мелодию. Тучи опять нам ползают, Белой метелью грозят. Там, где вода замерзает, Жить нельзя. Уже почти пришли. Бабушка, уже пришли. Ваш род непобедим В минус тридцать один. Зачем же только ты Поехала со мной В Ленинград, В Ленинград, В Ленинград, В Ленинград, В Ленинград, В Ленинград. Что вам нужно? Вы кто? Может, кто-то вы? Это я виноват, напугал. Я тут чудом попал На спецрезды Москвы, Погнавался ужасно, Повсюду искал. Под борьбешкой весь город Пешком шагал и нашел. Слава Богу живых Я вам могу помочь Покинуть этот ад, Ведь городом речом Учим вам один муток. Постойте, рважок, Не отводите взгляд, Скажите, почему У вас трясутся руки. Выбейте лодки и глоток, Вам нужно покрепиться, Хотя бы чудок. Прежде чем Что с ним? Войны приговор так жесток. Что с ним? Саня жив? Говорите! Его повстречал в сентябре, Он лежал в санитарном вагоне. Тяжко раненый, Знаный в нюхот, Он ни с кем не ступал в разговор. В тот же день, Шесть утра на заре, На каком-то степном перегоне, На немецкие танки Отрезали путь И шмутят эшелон Растырный сбор. Я его подтащил С членской дороги. Тому, Я в ближайшей кассе Лежил под куском. Он был слишком тяжел, Мне пришлось отползти За подмогой. А потом, Это ужас, Что было потом. Я вернулся за ним через час, Думал он все лежит неподвижен, Я видался Средь этих азин, Зайти его так и не смог. Я видался, Но каясь не спас, И, конечно же, Вряд ли он выжил. Безоружный, больной, Совершенно один В вооружении врагов И почти что Без ног. Нет, все было не так. Я могу это твердо сказать. Вы не ангел, Вы враг. Выдают вас Замерные в наши глаза. И своим вдохновенным враньем Никогда вы не сможете Скрыть одного. Ромашок это вы, Вы убили его. Уйдите. Это не я. Уйдите. Это не я. Хотя казалось бы, И не за счет, Не было абсолютно Я полюбнусь. Это не я. Его не стал я убивать, Ходей на кулесу без лутна Его добились. Я не пойму, Как он и ползал, Когда в обмиле дашалан, Как он добрался до Этихазин. Где я наткнулся на него И два живого Друга детства своего. Да, я не любил, Да, я не любил Друга своего. Да, 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 да. Ну что с того? Для твой на крови Дружба навсегда. Все это мура, Чушь, 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 чушь. Все это мура, все это мура, детская игра. Закон природы, просто из свиного яичка, Из свиного яичка не выглупиться. Просто не получится, синичка, не получится, синичка. И глупо ждать, что род родской устроен по-другому. Дети, хоть и невинные, но все же человеки Из неборочных человеческих детей. Никто другой уже не в ней растет, Веки, кроме людей, мерзких людей. Я сказал, что это, он ответил, что ты жизнь. Я сказал, ну, а ты же не будешь, ты испортил мне всю жизнь. Знаешь, что это такое? Это штука-пистолет. Я сверчал, смахну рукою, и моей проблемы больше нет. А он, мол, вряд уж, мол, сладкий, так хочет со мной. А я, смотри, смотри, я спускаю крючок. А он, стеревец, коленка лежачий больной, схватил костыль. Да такого сильного швырнул, что обмел мне плечо. Этот костыль мог меня убить. Это желание я о-о-о-о-о-о, а сейчас я и этот костыль, и этот костыль. И его схватил, и, 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 и расхолодил. Я забрал его вещички, я забрал его вещички. Всю еду и даже спички, всю еду и даже спички. Я ушел, просто ушел. Это не я, это не я его убил. Сан поток. Поток. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. В час, когда спустится мрак небытия, И к тебе светится стая паранья. В час, когда рассудком завладеет мощь, Я одну смогу тебе помочь. В час, когда от боли стынет стон в груди, И на пранном поле прожит мелодий. В час, когда страданий небе внести, Я одну смогу тебя спасти. Прислушаюсь я рядом, я с тобой, Сквозь грозный рокот волны ветровой, Услышишь ты мои слова. Я верю, я надеюсь, я люблю, Смерти я тебя не уступлю. Пока моя любовь живет во мне, Ты голову свою не служишь. Не сгинешь под водой, И не сгоришь в огне. Ты сможешь, ты сможешь. Пусть будет для тебя любовь моя От вражьего меча защитой. Пусть будет для тебя любовь моя От вражьего меча защитой. Пусть будет для тебя любовь моя От вражьего меча защитой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но зачастую это некорректно, да и не стоит права Однако раз за разом мы ловим себя на мысли Да, но вот мой ртуст Эта история с нами навсегда Итоги этой любви объединяют разные поколения Многих людей по всему свету Мы хотим верить, что 9 безмолвных лет Прошли и канули в лето Мы хотим верить, что с этой программы Постепенно начнется возвращение Этого замечательного спектакля Аплодисменты Ясно-полога Там, где кончается земля И мало долгих лет прошло с тех пор Как трогнул первый лёд верховья Без удержай реки, что выйдет на простой Залёстся дурною 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 Андрей Богданов Лёв Моркин Алексей Рассажанский И руководитель проекта Профессор Лидия Чебасарова Татьяна Солнушкина Музыка и руководитель Татьяна Солнушкина Залёстся дурною Залёстся дурною Трук себе напряжи Трук мой дорогой Узнает в блинги Я всегда с тобой И пускай поменяемся Мы, поменяемся ли Сквозь года проростая, Вот двенадцать месяцев году, Так что я тебя не подберу, Я тебя никогда не придам, Нинавиду не дам, Кому никогда не придам. Дорогие друзья, это необыкновенный сюрприз, Я первый раз это слышу, Слова-то я знаю, Но в таком исполнении я, честно говоря, потрясён, Потому что я всегда считал, что Норд-Уст это самолёт, Что это костюмы, свет, льды. Оказывается, в Норд-Усте есть ещё люди. И какие люди, пусть они говорят, что хотят, Пусть они делают вид, что это им даётся очень легко и просто, И что они забывают слова и импровизируют по ходу. Но я прекрасно знаю, что за этим милым импровизационным исполнением, За этим концертным исполнением стоит огромный труд. Я не знаю, сколько они вложили сюда своих часов, нервов и таланта. Таланта видно, конечно, талант не скроешь, Но вот всё остальное скрыто под этой сценой. Я не знаю, я честно, я потрясён. Мы практически сделали новый спектакль. Спасибо вам огромное. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok Спасибо. Спасибо.